Всем привет! Только вернулась из Денигородки, ездила рейсовым автобусом и на меня нашла вдохновение записать видео по поводу плюсами минуса жизни в селе. Я себе на листочек немножко написала. Давайте начнем с минусов, то есть закончим хорошеньким. Минуса. Первое я написала как бы транспортное сообщение. Проблема жизни в селе. Я конкретно села разные, есть села такие города. Конкретно проблема жизни в селе в Майдановке, где я нахожусь. Транспортное сообщение в чем большой минус? Ездит три раза в неделю, когда базар из Денигородки, ездит рейсовый автобус. Он едет от нас в 8 утра. Стоять на остановке нужно уже ждать в 11. То есть люди с очень большими сумками. Ездит спринтер, то есть это туда еще даже самой себе купить какие-то там покупки, какое-то там не знаю стекло какое-нибудь из себе надо, что такое хрустальное. Проблема в том, что довести его даже непонятно как. И очень быстро. Какие-то дела если мне нужно в больницу. Ну если я поеду в больницу, я пока там эти очереди прохожу, но я к 11 не успею. То есть надо ездить попутками. Я, допустим, вот девочка, я сама попутками, но я никогда в жизни не ездила и для меня это страшно. Я не знаю, то есть как ездить. То есть вот получается ждать, когда Юра выходной, когда он сможет меня в свой выходной отвезти и потратить там полдня, пока я буду решать свои вопросы или также ему. То есть вот это минус, большой минус как бы. Развитие социум, второй момент, развитие социум. В городе, допустим, даже вот как у меня живлось, как у моих знакомых с детьми. Даже неважно есть у тебя деньги, нет у тебя денег. В городе ты вышел с малым, там с малой как бы, да, с детьми своими или сам. Ты вышел, ты пешком дошел или ты на автобусе доехал, да, в какие-то парки, какие-то есть. В городе часто проходят какие-то выставки, какие-то развлечения, да. То есть интересно смотреть, как бы не надо там денег платить. Тот же вот кинотеатр. Вот Юльчик интересовался, ой, это кино только в кинотеатре. Ну, кинотеатр нам сейчас пока недоступен, то есть как бы, потому что в Зенегородке его тоже нет, кинотеатра. А, насколько я знаю, до Черкасс как бы в кино никто не будет мотаться и ездить, да. То есть вот этот момент тяжело. Потом, получается, ну как бы развитие в том плане, что вот ребенку. Мы будем что-то пока думать Юльчику, чтобы куда-то он там пошел, но мне бы хотелось. И Юра тоже как бы не против и Малойза. Куда-то какие-то кружки. Сейчас все вот мои крестники и все, все куда-то ходят там, да. Кто танцует, кто поет, кто рисует. Ну, дети должны себе в чем-то искать. То есть должно быть какое-то хобби. Вот сидеть там в планшайте, это, ну, это не предел мечтаний. Тем более, и еще, опять же, те, что я говорила, глаза реально связятся сильно. То есть должно быть какое-то развитие. И в городе это намного доступнее, да. Тот же выбор школ, выбор друзей. То есть, ну, как бы всего хватает. Третий пункт, он, в принципе, немножко ко второму подходит. Население. Ну, я уже молчу то, что как бы мы молодые, да. И, слава богу, там я одну подружку нашла, как бы, да. Но детям, допустим, я росла. Ой, у нас было на улице выбеги и классики, и квадраты, и казаки-разбойники, и лады, и, ой, ну, боже, анекдоты. И в куклы играли, и в кахалабуду строили, и жучков каких-то ловили, там, с жасмином цветочками кормили. Ну, классно было. То есть, это в городе было. То есть, ну, детей полно. И сейчас в городах ты вышла, детские площадки, миллион детей, миллион друзей. Ну, у Юрчика, я считаю, друзей нет. Поэтому, как бы, это, это тяжело. То есть, ну, ребенок постоянно со взрослыми, он постоянно со мной, он постоянно до деда пойдет, там, когда Юра выходной, он с Юрой. Это трудно. То есть, как потом? Потом он пойдет дальше учиться, ему будет тяжело. Вот это я переживаю. Поэтому, если кто-то в наше село хочет приехать с маленьким девятилетним, десятилетним мальчиком или девочкой, я буду очень счастлива именно ради Юльчика. Поэтому это вот к минусам, наверное, вот это самое, самое-самое то, что есть минус, как бы. Плюса, да, моей жизни в селе. То, что я живу в частном доме, да. То есть, я всю жизнь свою и жила в частном доме в Луганске, да. В Черкассах я жила именно в квартире. И, ну, я не люблю квартиры. У меня еще так как-то, ну, пускай никто не обидится, кто обожает жизнь в квартирах. У меня дедушка мой покойный говорил. Ему там, когда-то на работе, еще в Луганске, предлагали квартиру какая-то бесплатно, ну, не знаю. В общем, он от нее отказался. Дед, ну, как ты от квартиры отказался? А он мне такой, типа, давайте я утянуть, я не хочу жить в скворечниках. То есть, тяжело понять, ну, не все могут, когда давят, давят со сторон, да, там топотят, там топотят, музыку громко не включишь. Ну, мне это тяжело. Может, людям, кому нравится. И мне тяжело, допустим, даже в частном дворе можно выйти, что-то поделать, да, короче, какие-то там, ну, что-то погребала, цветочки попересаживала, ну, в квартире немножко это все, как бы, там, в основном пришел, да, действительно, там, что, телевизор, интернет, если там это зима, допустим, даже, да, и никуда тебе идти не надо. То есть, тут, что я в частном секторе, наконец-то, снова, это для меня большой плюс. Я люблю, как бы, это, это мое, да. Ну, наличие своих продуктов, да, тот же понятие, я фотку вам там выставляла в инстаграме, там, редиска, да, классно, не надо за ним в магазин идти, там, сам редисочку, зеленый лучок, уже салатик у тебя на столе, да, плюс там тоже яичко, тоже, да, там, тот кролик, то есть, даже кто-то к тебе приедет, ну, хай, кролик меня простит, я, конечно, сама их убивать не могу вообще для меня этого, ну, в общем, мясо будет, да, то есть, вот это понятие и все, как бы, настоящее, потому что то, что нам сейчас в магазинах толкают, как бы, то, что по более-менее нормальным ценам, тоже, как бы, не проверенная, но цены такие не по нашим, честно, для простого населения зарплатам, а то, что более такого цены сниженной, да, ну, вообще непонятно, есть ли там мясо, из чего оно состоит или вообще, да, то есть, тут плюс, что ты можешь, как бы, что-то приготовить со своих продуктов, ты знаешь, что там, как там, то есть, это плюс, да. Также плюсам отнесу, ну, понятное дело, как бы, свежий воздух, природа, даже если, вот, детям расти, я думаю, здесь намного, как бы, здоровее, полезнее расти на свежем воздухе, да, ну, вот, в принципе, плюсам. За минуса еще хотел сказать, вот, опять же, ну, блин, в Майдане в кинет магазина, то есть, он есть, он есть три раза в день, ой, господи, три раза в неделю, с девяти до часу, то есть, там, я так понимаю, я там еще, честно, ни разу туда не попала, я так понимаю, там привозят какое-то ограниченное количество хлеба и все, то есть, если ты из Венигородки не подумал, ты не купила, да, продуктов, которых тебе необходимо на ближайшее время, ну, как бы, и все, и вот такая вот система, ну, то есть, вот, как-то так, в принципе, с этим совсем можно бороться, но, опять же, надо, молодежи тяжело, надо, как бы, иметь какое-то свое развитие, то, что у нас, как бы, голова работает, мы к многому стремимся, но все быстро не получится, тот же вопрос за кафе, да, то есть, это, конечно, был бы финансовый, финансовая какая-то почва и его открыть хоть сегодня, ну, как бы, мозги работают, все нормально, ну, опять же, все впирается в наши мании, да, поэтому молодежи в селе жить можно и, к сожалению, наши села сильно разрушены, да, сравнить, как было раньше, как, сколько тут построек, да, были и всякие бригады работали, и сельская рада в каждом селе была, и клубы работали, церкви стояли, магазины работали, ничего нет, как бы, это немножко для меня, тема для меня тяжелая, грустная, что вот, все было и все развалилось, поэтому, мне тоже, кажется, чем нам куда-то стремиться, куда-то в какие-то другие страны, на кого-то равняться, неважно ни на кого, Россия это или западная, там, Европа, да, я думаю, у нас страна Украина большая, красивая, земли плодородные, то, конечно, по идее, все, как бы, что-то начали вместе делать и идти другу на встречу, может, я такая максималистка, оптимистка, ну, мне кажется, мы по этим как-то подняли бы страну, в общем, такое маленькое видео, спасибо всем за внимание, всем хорошего дня, пока!